сегодня по плану традиционное грузинское блюдо именно традиционно я его конечно немножко видоизменю но так вот история заключается в чем в грузии существует много регионов там и кахетия гурия и сванете в регионе раджи из деревушка которая называется шкмери и поэтому именно из-за названия этой деревушке блюдо имеет название шкмерули не чикмерули а шкмерули потому что деревня еще раз повторю шкмери так вот жил там был мужик который в общем-то прекрасно готовил как и многие грузины так вот он однажды решил улучшить там есть куча всяких разных легенд на тему того что кто-то говорит что там каким-то образом царица тамара была причастна к этому ко всему блюда кто-то говорит о том что человек который испортил курицу решил сделать ее так сказать и закрыть вкус там испорченные чесноком но на самом деле самая правдивая и самая хорошая легенда это то что человек который правильно готовит вкусно и размышляет над тем что может быть вкуснее как же сделать вкуснее блюдо так вот он догадался и придумал что если добавить туда чеснок то тогда блюдо будет сто раз вкуснее чем без него вот поэтому у нас сегодня по плану шкмерули это курица с таким сильно чесночным соусом я значит для упрощения процессов значит традиционно курица или оцепленок должен разделить бутер зелено две части и жарится как бы под прессом на сковороде потом он должен быть разрезан и отправлен скетцы но для упрощения мы же живем в россии нужно чуть-чуть ускорить процесс поэтому я все это разрезаю на кусочки не на очень мелкие а наоборот на довольно крупные и буду сейчас обжаривать так теперь вырубаю плиту нам понадобится вся мощь индукции врубаю сразу на бустер параллельно врубаю на бустер другую сковороду мы стараемся не использовать масло сковородка моментально разогрелись сразу отправляем сюда курицу смотрите вот это вот шейная часть здесь как раз жир пусть все это выжаривается сначала все кожей вниз вот куски вот этого жира тоже должны быть на сковороде на слегка можно посолить вот вытапливается масло сало что у нас тут можно по переворачивать нет пока еще рано смотрим что у нас тут обжаривается курица да она должна стать золотистой вот такие красивые куски и так как мы любим ладно хватит баловаться что мы делаем теперь у меня в духовке стоит и нагревается вот такая глиняная сковородочка традиционная грузинская которая называется кетций мы значит берем хорошо поджаренные куриные ноги выкладываем сюда кетций вот зажарилась как нога класс что нам еще надо обязательно сюда можно добавить по крылу ночке все у меня не такая большая как хотелось бы но при всем этом нужно взять обязательно жир который вытопился с курицы полить им курицу можно еще немножко посолить ставлю кетций в духовку для того чтобы курица дошла потому что она внутри у нас сырая режим у нас вверх и низ без конвекции температура 200 градусов я ставлю таймер ставлю на 15 минут и нажимаю пуск через 15 минут нам духовка просвистит прокричит пропищит что нам пора доставать курицу пока у нас курица в кетции стоит в духовке и доходит до нужной степени готовности сделаем соус который непременно должен быть в этом блюде я разогреваю сотейник выливаю сюда сливки смешанные с молоком потому что если будет всего лишь только молоко соус будет недостаточно густой сливки создают густоту сразу хочу сказать что это не классическая форма соуса для этого блюда вообще в шкмере делали то есть то первое первозданное так сказать тот первозданный рецепт который был придуман это было чеснок плюс вода конечно мы живем в современном обществе и хочется сделать его более сливочным более вкусным поэтому сливки плюс молоко и конечно же чеснок его должно быть довольно много здесь у меня полголовки чеснока для того чтобы его было удобно добавлять соус мы его можем порубить в комбайне или раздавить чеснодавка чеснок я порубил мелкую крошку стебли кинзы рубим мелко до самых корешков потому что здесь основной вкус рекомендуется в тот момент когда сливки разогреваются добавить стебель кинзы потому что в них самый вкус и соус приобретает вот тот настоящий приближенный грузинскому аромат и так сливки у нас разогреваются обязательно соль обязательно соль я бы конечно вот еще сюда чуть-чуть добавил сливочного масла у нас курица не очень жирная поэтому можно капельку сливочного масла сюда добавить да я чувствую вот он тот самый аромат очень важно знать и запомните раз навсегда в это блюдо никогда не кладут аджику никогда потому что в этом регионе ее практически не используют и шкамерули это исключительно курица и чеснок запомните духовка запекала я достаю кецы в которой лежит уже готовая курица все она дошла шкварчит кецы горячие самое главное это чеснок и так курица у нас готова теперь я высыпаю получается у нас почти 2 столовые ложки чеснока в соус прогреваю его немного и этим прелестнейшим ароматнейшим соусом я поливаю курицу прямо такое количество чеснока у нас должно быть сверху сливки объединяются с тем бульоном который у нас внизу выделился из курицы с тем жиром куриным аромат такой как будто я в грузии самое главное соблюдать точные рекомендации и пропорции о которых нам гласит грузинская кухня у нас сливок не должно быть очень много горячая какая она те листья которые у нас остались их быстро нарезаем ими свежими посыпаем уже готовое блюдо это настоящее традиционное домашнее грузинское блюдо но за исключением того что я добавил сюда сливки запах удивительный вообще чеснок это один из моих любимых ингредиентов и те кто его не любят значит это блюдо не для вас а для всех остальных любителей грузинской домашней кухни недель почувствуй себя дома ты ты приятно ты 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 д д Продолжение следует... Продолжение следует...